Время новостей на телеканале Актиз, в студии Андрей Иванов. Здравствуйте! И вот что вас ждет в сегодняшнем выпуске. Опять замело. Юг Иркутской области накрыли затяжные снегопады. Полезная утилизация. Эковолонтеры проводят акцию по переработке новогодних елок. Рождество Христова славим. В Ангарске состоится фестиваль духовной музыки. А теперь об этих и других новостях подробнее. В Иркутскую область вновь пришел обильный снегопад. Наиболее сложная ситуация складывается в южных районах. Как сообщают синоптики, осадки будут выпадать в течение суток, после чего ожидается понижение температуры воздуха до минус 40 градусов по Цельсию. На смену теплой воздушной массе в регион пришел холодный атмосферный фронт. Заток холода осуществился с побережья Северного Ледовитого океана. И уже прошедшей ночью с активным холодным фронтом по области прошли снегопады. Наиболее интенсивные были отмечены в южных районах с количеством осадков от 2 до 7 миллиметров. Дорожные службы Иркутской области переведены на усиленный режим. Сейчас на трассах региона работают более 140 единиц техники. К устранению осадков коммунальщики приступили еще ночью. Погодные условия не могли не отразиться на аварийной обстановке. В Иркутске на улице Байкальской столкнулись сразу 7 автомобилей, в их числе маршрутное такси. По предварительной информации, одному из участников аварии потребовалась медицинская помощь. В ГИБДД призывают водителей проявлять осторожность. Крупный пожар произошел в Чунском районе в ночь на 11 января. Там загорелось лесоперерабатывающее предприятие. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Как сообщает в МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. Причину случившегося устанавливают специалисты. Между тем, Иркутская область стала лидером по объемам инвестиций в лесопромышленный комплекс. Только с января по сентябрь прошлого года предприниматели вложили в отрасль более 28 миллиардов рублей. Это самый крупный показатель в стране. Кроме того, как сообщает губернатор Игорь Кобзев, в прошлом году наш регион перевыполнил план по лесовосстановлению. Работы проводили на площади около 150 тысяч гектаров. В правительстве рассчитывают в будущем уравнять площади вырубленных и посаженных лесов. Полезная утилизация. В Ангарском округе пройдет традиционная экологическая акция по сбору новогодних елок. Уже третий год ее организует общественная организация «Эпишура». На этой неделе горожане смогут сдать на переработку деревья, которыми украшали квартиры в минувшие праздники. Деревья пойдут на корм животным и на компост. Подробности у Натальи Хмелевой. Главный символ Нового года, который на протяжении трех недель украшал квартиры горожан, постепенно отправляется в утиль. Зачастую люди выбрасывают их в мусорные контейнеры, оставляют у подъездов или в сугробах. Это самый простой и привычный способ избавиться от зеленых красавиц. Но не самый лучший с точки зрения экологии. Елка, которую выбросят на свалку, она, конечно же, не принесет такого большого урона, как, допустим, батарейка или лампочка ртутная. Но все равно, если ее неправильно утилизировать, она принесет достаточный вред. То есть, так же, как и органические отходы, они, органические отходы, приносят большой вред на самих мусорных свалках. То есть, вы знаете, да, там, что начинается процесс брожения, выделяется свалочный фильтрат, в воздух выделяются ядовитые вещества, такие, как метан. Поэтому лучше правильно утилизировать эти новогодние красавицы. Уже третий год общественная организация «Пишура» проводит в Ангарске акцию по сбору хвойных деревьев. В этот раз она пройдет 13 и 14 января. Желающим принести пользу природе, следует освободить елку от украшений и принести ее в зоопарк. Он находится во дворце творчества детей и молодежи. Эковолонтеры проведут обработку деревьев. Стволы пойдут на дрова, а веточки станут отличным лакомством для обитателей учреждения для животных. Самая крупная у нас пятнистая олень, зовут ее Веснушка. И если ангарчане будут приносить веточки, елочки, то вот наша Веснушка полакомится. В больших количествах они не едят, но в качестве витаминной добавки будут рады. Даже ежику можно положить веточки будут, и у него натуральные иголочки в домик он заносит. И просто в качестве запаха и профилактики различных заболеваний, которые сейчас у нас прогрессируют воспалительно, думаю, что хвойные веточки, которые мы ставим, очень даже пригодятся. Помимо помощи ангарскому зоопарку, такой способ утилизации поможет и коммунальным службам. Сотрудникам не придется убирать деревья с городских дворов и свалок. А те, кто не хочет ограничивать свой ресурс добрых дел хвойными ветками, может оказать ангарскому зоопарку дополнительную поддержку. Что именно необходимо обитателям, можно узнать по номеру, указанному на экране. Наталья Хмелева, Олег Левченко, Местное время. С этого года вступили в силу изменения в правила присвоения звания ветеран труда Иркутской области. Теперь получить такой статус можно, не имея ведомственных наград. Рассчитывать на него могут мужчины, отработавшие на территории области не менее 45 лет. Для женщин необходим стаж в 40 лет. По предварительным данным, в результате поправок звания ветеран труда смогут получить еще около 9 тысяч жителей региона. Для этих граждан предусмотрен целый перечень социальных льгот, а также ежемесячная выплата в размере около 500 рублей. Для этого необходимо обратиться в Управление соцзащиты по месту жительства. Также заявления можно подать в МФЦ или через портал Госуслуг. В Иркутской области стартовал прием заявлений на бесплатные путевки в оздоровительные учреждения. Только за первый рабочий день поступило более 750 обращений, сообщают в региональном правительстве. В этом году расширился перечень категорий, которые могут рассчитывать на такую меру поддержки. Добавлены дети мобилизованных, самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Для получения путевки необходимо обратиться в Учреждение социального обслуживания населения по месту жительства. В Ангарске подать заявку можно также через центр Веста. 18 января православные христиане встретят крещенский сочельник. По традиции в этот день нужно непременно окунуться в прорубь с освещенной водой. Обряд популярен даже у тех, кто далек от религии. В связи с предстоящим торжеством в администрации Ангарского округа провели совещание по организации праздника. Как и прежде, иордань будет оборудована в пойме реки Китай. Ее будут делать только 18 числа. Это будет не прорубь, это будет купель. У нас металлическая купель уже изготовлена. Мы много лет ее используем. Каждый год ее ремонтируем перед проведением крещения. И соответственно мы ее погружаем. Она у нас закрытого исполнения, чтобы обезопасить людей, которые проводят мероприятия оминовения, окунания. За порядком и безопасностью будут следить сотрудники МЧС, полиция и бригада скорой медицинской помощи. Воду осветят в специальных емкостях, как в храмах, так и на берегу. Пить ее из реки не рекомендуется. Ежегодно количество участников религиозного праздника увеличивается. За сутки в купель окунаются от двух до пяти тысяч ангарчан. Рождество Христова славим. Уже в девятый раз Дворец культуры «Нефтехимик» распахнет свои двери для участников и гостей традиционного фестиваля духовной музыки. На сцену выйдут почти 30 коллективов. Церковные песнопения, духовные канты и самые настоящие русские калятки. Праздничный концерт запланирован на 15 января. Как это будет, расскажет Кристина Пермякова. Всего-то на всему не судьи, там горосклюнувшая толпа. Твое призвание впереди, тобой не кожаная трава. Всего-то на всему, всего-то на... Святки или Святые Дни у христиан в это время принято прославлять Господа и делиться радостью от рождения Спасителя. В Ангарске, в честь самых значимых дней для православных верующих, традиционно проводят рождественский фестиваль. Ежегодно мероприятие собирает десятки творческих коллективов со всего региона. Концерт объединяет людей, стремящихся проникнуться по-настоящему духовным искусством. В рамках этих святых дней мы проводим вот такой, уже девятый в этом году, фестиваль хоровых, фольклорных коллективов, которые обращаются к Богу со своим искусством, какое у них есть. Рождество Христово славим называется. Вот смысл этого, чтобы обратить сердца людей, радость их к главному событию, к Рождеству нашего Спасителя. А уж какие для этого у нас есть средства, песни, музыка, вот это у кого что есть, какой дар, тот и приносит его Господу. Поэтому важно, чтобы люди в дни святок могли эту радость во всех возможных формах друг другу подарить, согреть, поддержать. Рождество Христово славим фестиваль, на котором сотни людей исполняют церковные песнопения, духовные канты и русские калятки. Помимо того, участие в концерте примут музыкальные коллективы. Например, ансамбль скрипачей «Вдохновение». В прошлые годы они буквально завораживали зал своей игрой. Это необыкновенный праздник и фестиваль, где на протяжении нескольких часов звучат и духовные песнопения, и рождественские калятки, и музыка обязательно радости, мира, счастья, любви. Поэтому мы с огромным удовольствием готовим этот фестиваль, этот большой праздник и приглашаем всех земляков, гостей нашего города 15 января в 13 часов посетить наш замечательный дворец культуры «Нефтехимик». Зрители ждут массы эмоций, смех, слезы, радости, ощущение чего-то прекрасного. По словам организаторов, главная цель мероприятия – воспитание у детей уважения и бережного отношения к крестьянским ценностям, к национальной культуре и традиции. Концерт пройдет во Дворце творчества культуры «Нефтехимик» 15 января. Начало в 13.00. Вход свободный. Кристина Пермякова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Патамский кратер могут наделить статусом природного памятника. Объект расположен в Бадайбинском районе на севере Иркутской области. Работы по признанию его уникальным природным достоянием начнутся в этом году, сообщил директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергей Язев. И, по словам ученого, на это может уйти несколько лет. Кратер представляет из себя конус из раздробленных известняковых глыб около 80 метров в диаметре. В свое время исследователи полагали, что он образовался в результате падения древнего метеорита. Но доказательств этой теории нет. Вероятнее всего, Патамский кратер возник в результате глубинного магматического процесса. Команда хоккейного клуба «Ермак» сыграла с лидерами ВХЛ Пензенским Дизелем. Борьба была напряженной, но до победы, увы, не хватило двух очков. Игра проходила в Ангарске. На седьмой минуте матча хозяева смогли реализовать первое большинство, уйдя на перерыв с минимальным преимуществом. Вторая 20-ти минутка началась с ответной шайбы пензенских хоккеистов, которые по ходу периода смогли отличиться еще раз. В заключительном отрезке игры «Ермаку» все-таки удалось сравнять счет. На 42-й минуте матча шайбой отметился форвард ангарской команды Марк Коцевич. А итог игры установил Денис Почевалов. 3-2 в пользу команды Дизеля. У меня все новости к этому часу. Они также доступны на нашем сайте actistv.ru и в телеграм-канале. До встречи в эфире на телеканале «Актис». До свидания.